Продолжение следует... Привет! Как я уже и обещал, сегодняшний блог об РЖД. Ни для кого не секрет, что это замечательная корпорация, не сделала ничего хорошего, кроме того, что перевозит людей туда-сюда. Хуйня. Я Хуйня. Я Хуйня. Что касается цен, ценник слишком завышен, и уже давно непонятно, государственная это компания или частная, потому что государство, как видимо, абсолютно не в курсе, что творится в РЖД. Мне непонятно, почему на метро я могу объездить всю Москву всего лишь за 30-50 рублей, а чтобы доехать до, скажем, города Домодедово, мне нужно отдавать полтос с лишним только в один конец, потом еще обратно, и получается, если я живу в Домодедово, съездить, работать в Москву, мне стоит ровно 100 с чем-то, плюс метро, короче, две сотни, две сотни в день, только на транспорт. Ладно бы так, но в метро, да, многому народу, но, в принципе, комфорт существует. Достаточно чистые вагоны, красивые вестибюли и т.д. и т.п. А также скорость здесь, в электричке, ехать долго, грязные вагоны с бомжами, алкашами, торговцами, которые постоянно продают всякую херню и не дают нормально посидеть, расслабиться, орут в ухо, и сельскими музыкантами. Ну, если против музыкантов я ничего не имею, то торговцы меня, если честно, очень дико раздражают. Но это все ерунда, на самом деле, по сравнению с тем, что произошло со мной. Я сейчас вам расскажу. На станции Востряково, где мы находились, там касса, у них обед с 11 до часу, кажется. Да, с 11 до часу или даже до 2, я не помню, в общем, 2 или 3 часа обед. И, приехав туда на электричку, мы не успели к открытой кассе и не смогли купить билет. Мы были с ребенком, я, жена, ребенок. Соответственно, что делать? Мы не будем стоять на платформе эти 2-3 часа. Мы садимся в электричку с надеждой, что подойдет контролер и продаст нам билет по той же цене. Ну, потому как касса не работает, они должны это знать. Контролер подошел и сказал, что так не пойдет. Нужно платить штраф, а штраф это еще плюс 50 рублей с человека. На что мы сказали, что мы не будем платить штраф, потому что касса реально была закрыта. Но, в общем, смотрите сами, что произошло после. Кассира, Ионова, Валентиновна. Я сказала, что убирайте свой телефон. 20,95 летом. А то сейчас вылупит форточку. Убирайте телефон, я сказала. Не вы меня сюда брали, не вам не увольняют. Понятно? Убирайте телефон, я сказала. Почему я должен убирать себе телефон? Убирайте телефон. Ну, мужчина, вы оплатите поезд, но не выходите. Мы выходим. Убирайте телефон. Я не буду убирать телефон, это мой телефон. После всего вами увиденного произошло следующее. Она еще раз сказала мне, что выкинет мой мобильник. А я в очередной раз сказал ей, что платить не буду и выходить тоже. И, соответственно, классика. Она расплакалась, послала меня в жопу и ушла. Кстати, пошел нахуй, твари! Чего, блядь? В итоге я остался без билета. А она, наверное, не в очень хорошем настроении. Но нас это не удовлетворило. Мы с женой решили подать жалобу на эту милую женщину. Потому что я считаю таким не место в РЖД. И она не умеет общаться с людьми. Потому что, хочу заметить, охранники, которые были с ней, двое испарились сразу же. Их даже не видно на видео. Они стоят где-то там, в таборе. А один стоял рядом молча, слушал. И только под конец подошел. Мне просто спокойным тоном сказал. Ну, парень, ты не прав. Я сказал, нет, я прав. И все, на этом мы разошлись. То есть, вот это адекватный человек. А вот это нечто, то, что мы видели на видео, это неадекватная личность. Ей место не в РЖД, а где-нибудь, я не знаю, может быть, в Кащенко. Как раз вот там много пациентов. Давайте, давайте, с ними, с ними, с вас. Я вам давала разрешение. Спустя какое-то время приходит нам ответ от РЖД. Мы его смотрим с надеждой, что сейчас мы увидим, как наказали этого человека за такой проступок. Но, так, значит, центральная... Так, ваше обращение, поступившее на телефон Единого информационно-сервисного центра ОАО РЖД от 5 августа 2014 года, вопрос обслуживания пассажиров в пригненных электропоездах в повелестном направлении рассмотрено. По факту данного обращения проведено служебное расследование с причастных лиц взятое объяснение. Информируем вас, что на остановочном пункте в Остряково оформление проездных документов пассажирам перед посадкой в электропоезда пригородного сообщения осуществляется в одной билетной кассе. Это я знаю, что в одной билетной кассе. Очень плохо, кстати. Касса номер один ежедневно с 6 до 18, обеденный перерыв с 11.30 до 12.30. Уже неверно. Каждый, кто живет там, кто находится там, все прекрасно знают эту бумажку, которая наклеена там постоянно, что обед у нее там 2-3 часа, но никак не час, как указано здесь. Режим работы передней кассы составлен с учетом пассажиропотока и графика движения пригранных поездов. Пересматривать режим работы данной передней кассы в настоящее время нецелесообразно. Причем, что я не прошу его пересматривать, мне абсолютно все равно, как она будет работать. Проведенное расследование установлено 103 августа 2014 года в связи с предстоящими работами по второму главному пути электропоезд номер 6102 сообщением Кашира Москва-Повелецкая проследовал остановочный пункт Постряков в 11.29 минут. Снова неверно. Это было в другое время. Я уже точно не помню, в какое, но время указано неверно. Поезд в это время не находился у Острякова. Таким образом, на момент вашей посадки в электропоезд билетная касса работала в соответствии с режимом работы. В связи с чем, действия кассира-контролера Ионовой ОВ призваны правомерными. Даже слово не могу выговорить. Правомерными. Что говорить? Какая компания не прикроет задницу своему сотруднику? Время указано неправильно. Обидный перерыв указан неправильно. Здесь не слово правды. Вот это вот говна на три листа нам прислали поизучать. Тут концовочка будет, а просто поржал. Вы тоже, наверное, смеетесь. Так. Обращаем ваше внимание. Тут идет дальше, собственно, такое учение жизни. Нам говорят, как вы плохо поступили, что не оплатили, что наехали на патролера, что вы не знаете там своих законов и так далее. Бла-бла-бла. Лучше эти два листа можно смело пропускать. Остается один. Так. Да-да-да-да-да-да. Так. В избежание конфликтных ситуаций в дальнейшем рекомендуем заранее планировать поездки в электропоездах пригородного сообщения. Сука! Как заранее? Как можно заранее планировать? Я, например, сижу дома. Тут мне неожиданно позвонили с работы. Сказали мне, срочно там приезжай. У нас что-то случилось, там потоп, не знаю, наводнение. Я выезжаю. Или подождите, подождите, вы должны были заранее запланировать. Нет-нет-нет-нет, я не могу сейчас приехать. У меня не запланированная электричка. Представляете, что будет, если я приеду, что ничего не получится. Ладно, это все фигня. Дальше. Напоминаем вам, что для удобства пассажиров оформление платных разовых проездных документов при билетных кассах производится за 10 суток до осуществления поездки. Почему я, приехав к тёще, допустим, на один раз, на выходные, почему я должен за 10 суток покупать билет? Мне заранее его купить, что ли? Также, помимо разового проездного документа, вам предлагается широкий выбор абонементных билетов в зависимости от регулярности, периодичности... Так, со своей стороны, довожу до вашего сведения, что в целях улучшения качества обслуживания пассажиров со всем штатом кассиров-контролёров по резкого направления проведены повторные технические занятия на тему этика и культура обслуживания пассажиров. Как я вас люблю, РЖД! Вы посмешили меня. Мне было очень смешно. И в тот момент мне было тоже смешно. Давайте посмотрим ещё раз на это лицо. Продолжение следует... Слушайте, скажу вам одно. Никогда не жалуйтесь по месту работы. Ну, я имею в виду, если у вас конфликт с РЖД или там с Газпромом, никогда не жалуйтесь начальству этой компании. Жалуйтесь сразу выше. Я не пойду выше. Я мог бы написать в правительство, мог бы попросить поднять этот вопрос. Но, во-первых, это дела уже давние, во-вторых, это такие мелочи, что... Я думаю, что рано или поздно, когда-нибудь, когда нарветесь вы на кого-нибудь посерьезнее, вы и так свое получите. Так что, РЖД, от меня вам. Это был Харми. Пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите свои комментарии. Пока.